Продолжение следует... Разнообразные темы. Погода, природа, политика, искусство, военные темы. Понятно. Вопросы есть какие-нибудь ко мне? Для начала. У вас просто канадские флаги или реальные из Канады? Реальные из Канады. Русские из Канады хотят поговорить с украинцем? Ну, допустим, да. Ну, что значит, хочет? Мы попали, я могу... Нет такого хотения, но я и не против поговорить. Ну, возможно, я не в курсе по этим правилам. Я, например, ставил у себя в этих условиях Россия, да, и меня соединяют с россиянами, как правило. Ну, понятно, понятно. Нет, ну, если вы аполитичный, я имею в виду и, как говорится, человек мира, то можем поговорить на отвлеченные темы, не вопрос, если вам интересно. Ну, можем о политике поговорить, если вас интересует. Ну, к примеру, как вам, как канадцу, можно так сказать, да, что вы канадец? Я канадец, да, по гражданству. Вот интересует вопрос такой, как, к примеру, действительно ли украинская диаспора настолько обширна в Канаде? Вот меня, как украинцы, это интересует, потому что в СМИ и вообще в мире Канада, по сути, своей закрытая страна. О ней очень мало говорят, новостей очень мало. Но нам это интересно. Разве? По-моему, новостей, в принципе, достаточно. Ну, ваша диаспора третья из неканонических. Первая китайская, вторая итальянская, третья ваша. Украинская диаспора по сенсису, то есть по переписи, с 10-го года составляла 1,19 миллиона или 3,7% от населения, если вас вот конкретно цифры интересуют. Не, ну, так уж совсем конкретно. По абсолютной величине она тоже третья. То есть по числу украинского контингента, проживающего в стране, это после России и Штатов. Ну, это ладно, это я так, скажем так, для затравочки. Собственно говоря, меня интересовало, если по канадскому вопросу, вот вопрос с Квебеком, да? Некоторое время назад были, насколько мне известно, серьезный конфликт был, но даже доходило до того, что Квебек хотел отсоединиться. Вот это не как, Квебек раз в 30 лет проводит референды в отделении. Просто Канада цивилизованная страна, и АТО ему не устраивает в этом случае. Они цивилизованно проводят, но не набирают 50% голосов. И следующее еще через 30 лет. Вот сейчас, ну, 25, скажем так, сейчас прошло 25 лет уже. Вот они сейчас собирались, значит, новый референдум инициировать. Но сейчас ситуация такая, что они в своем парламенте, в провинциальном не набрали большинство за референдум. Потому что, ну, во-первых, и тема сейчас не очень, так сказать, популярная. И они чувствуют, что они все равно сейчас не наберут, так сказать, 50% anyway. Поэтому и дело заглохло. Но, в принципе, они, разговоры были. Или вот год назад они собирались в своем провинциальном парламенте. И это все обсуждение было. А то, что я когда-то читал, не помню, это было еще там, 80-е, 90-е годы. О том, что в этом Квебеке, если я не ошибаюсь, даже англоязычные вывески, если появлялись на каких-то кафешках, магазинах, могли сжечь это заведение. Ну, это в 60-е было. А, сейчас такого нет уже? Сейчас просто это не в интересах Хоуэнера, то есть хозяина. Просто если есть английский, то это отталкивающий элемент. А, ну, по сути, в принципе, Квебек все-таки остается франкоязычным, да, получается? Да, ну, две провинции, Квебек и Нью-Брансвейк, франкоязычный. Просто я к чему это спрашиваю? Это не просто праздный интерес, как вы в курсе, в моей стране сейчас тоже идет конфликт. Ну, так я, у меня канал есть, потом я вам, если заинтересуетесь, небольшой канал, дам вам название, почитайте. Я вот уж постоянно говорю, что все ваши президенты, кроме Януковича, бывали в Канаде. И когда они бывают в Канаде, они все говорили буквально одно и то же, что нам нужно брать пример с Канады. Но, по факту, они от примера Канады бегут, как черт от ладана. Что Кучма, что Ющенко, тем более, там, уже не говоря о Кравчукете, там и Порхе. Потому что основа демократии Канады это федерализм и двамовность. Но Канада в сути своей, в Венегрет, скажем так, по своей сути. Ну, так и штаты Венегреты. Это были дикие земли с индейцами. Тут уже я даже без вас знаю, скажем так, основы, что кто-то завоевал одну часть с тремя соснами, кто-то другую. Кто-то у кого-то выкупал. Я понимаю мысль. И штаты Венегреты, и Украины Венегреты, и Россия Венегреты. Моноэтнических стран в мире, то есть в которых гособразующие это составляет более 90%. В 100% такой критерий не так уж много. Но это Польша, например. Это что там, Люксембург, Люксембург, Лихтенштейн, Австрия. Они в основном в Европе. Ну и в Африке. И в Африке. А в Северной Америке ни одной, соответственно. Понятно. По различным причинам это я вас понимаю. Я вас понимаю. Ну, в Африке пополам где-то. Ну, брать, если взять мою страну, то будет не совсем корректно сравнивать ее по гособразованию с той же Канадой или Соединенными Штатами. Или странами, другими странами Северной Америки или Центральной Америки. Ну, с Канадой можно сравнивать? У вас же преобразование в 2018 году был акт Злуки, Зунер и, собственно, Украины. Но народные наши не были этнические на тот момент, которые считали себя этническими народами. Они не были уничтожены до того состояния, что они не могли бы сказать о своей независимости. Как те же индейцы из Северной Америки. Нет, ну, я бы несколько не говорю. Вот Канада образована двумя, можно сказать, этническими группами, лингово-этническими. Это французами и англосаксами. Это мы знаем, не в территориях Северной Америки. А у вас Зунер, Унер, то есть двумя как бы религиозными группами. Зунер это католики, а Украина это православные. Ну, они были украинцами, там не было россиян. Вот чем прикол. Нет, ну, как они были украинцами? Украинцами их, вот, православные были малоросами, а католики были украинцами. А большевики, поскольку они были атеистами и против религии, они малоросов назвали украинцами. Прошу прощения, такого слова, как малоросы, самоназвание или название такого мы не приемлем. Прошу прощения, еще раз. Я знаю, я в курсе, что у вас хета сейчас не в тренде, и вы, это у вас поддагон. Не то слово, не то слово. Однако, по факту, оно было до Первой мировой войны, по факту. И это, об этом говорит и британская энциклопедия, не только Брагаус и Эфрон, вот российская энциклопедия, а две ведущих энциклопедии мировых, это Британика и Брагаус и Эфрон. Они обе пишут малоросы. Было. Я не спорю о том, что были малоросы, так же, как и были негры, которые были рабами. Так? Да, да. Из одной песни, согласны? Да. Но мы, как в Канаде, у вас две группы соединились в одно государство. Вот. Две разные группы, жители двух разных государств, по большому счету, да? Вот. Ну, по сути, да? Или их государство сателлитов. В Украине немножко иная ситуация получилась. Нас просто захватили, по сути своей. Ну, если я быть откровенна, за тысячелетнюю историю, нас, как государства украинского, мы существовали буквально несколько десятков лет. Около 50-70, если по совокупности. Большую часть мы были княжествами, потом... Я в курсе, я в курсе. Вот. Потом мы были волостями... В 19-м году, в 18-й, 19-й год, да, пытались наши, на тот момент политические деятели, пытались мирным путем, когда в России произошел переворот, удачный переворот, который именовали революцией, попытались в этот момент, в смуты, в момент смуты, организовать свое государство. Но его нужно было отстаивать с оружием в руках. И на тот момент, да, я сейчас понимаю, ни хрена мы не отстояли. Нас бы просто смели, по сути своей. Хочешь так, хочешь так. Ну, я в курсе, я в курсе истории. Но было у вас государство, УНР, было ЗУНР, потом Магдзлоки. То есть, допустим, в современной Восточной Украине, то есть в Тонбассе и Харкеле, которые были освобождены Деникиным в 19-м году, это было, называлось государство, русское государство администрации, если вы не в курсе. То есть, а начиная с Полтавы, это уже была Украина. На тот момент действовало на территории нынешней Украины больше 5 регулярных армий. 9 регулярных армий было одновременно. Это не считая каких-то войсковых соединений, бандформирований. Это армии. Девять разных, и у каждой была своя политика. Я же вам говорю, это было смутное время, и опираться на подобные... Я их считаю казусами в истории, да, уже со стороны времени, которое прошло. Да, это... Ну, опираться на подобные вещи, это, как минимум, непрофессионально. Что значит, опираться? Мы говорим, что факт такой был в истории и был. Опираться на исторический факт, это нормально. Если вы хотите имплементировать его в современность, это может быть и глупо, и, как вы видите, непрофессионально, это же никто не предлагает. Я говорю, мы же говорим об истории, вот, после переворотного состояния бывшей Российской империи. Вот мы говорим, это нормально и вполне профессионально, если вы пользуетесь, так сказать, адекватным источником. Вот это все. Это у вас там звонки? Нет. Что-то... Ну ладно. У меня очки. Ну окей, окей. Нет, у меня что-то какой-то был... Вибрация, может, у меня отключен звонок, я смотрю. Ну ладно, потом разберемся. Потом разберемся. Ну окей, окей. Приятно было с вами побеседовать. С Новым годом вас. С наступившим. Крым чей, крым чей, блядь! Наверно зря жалел Деникин хамов, их надо было брозгать и блядьми, а вот теперь ни воинство, ни храмов. Но ты мне улица родная, и мне погода дорога. Крым чей, блядь!